приветствую вас уважаемые подписчики сегодня не зря я сижу в автомобиле по многочисленным просьбам я хочу сделать обзор складного колбового егеря что это такое для чего нужен какие у него есть достоинства какие есть недостатки ну самое первое достоинство вот он лежит на заднем сиденье вот можно его достать заднего сиденья вместе с модератором да это конечно не был пап но имеет место быть то есть если открыть окошко если открыть окошко у меня в руках шест камера не очень удобно но поверьте что его легко разложить хлоп приклад готов выводим его в окно и все мы готовы работать ну так выглядит винтовка вблизи складной приклад узел крепления сейчас покажу многие спрашивали как у егерей это дело все крепится крепится все очень просто через переходник к вопросу как крепится приклад на эти егеря до крепится он очень просто такая вот деталь переходная втулка вот так вот да вот так это крепится дальше приклад просто прикручивается и сама ложе выглядит вот таким вот образом во всем остальном это та же самая колба регулируемая щека регулируемый приклад да есть люфты это плата за то удобство которое вы получаете здесь обычная колба без всяких излишеств лоток я не взял стрелял с магазина с магазина кстати кучность вы знаете что чуть похуже всегда но как есть то есть вот боевые условия модератор то есть так вот это полноразмерная винтовка сложном состоянии конечно она очень компактная дистанция 50 метров но теперь я бы хотел пострелять именно так как вот большинство будут стрелять но не со стола в полу боевых полу полевых условиях то есть из окна автомобиля я отстрелять хочу всю заправку со стола кучности не будет принципе я уж показывал пульки эти очень хорошо летят кучность сравнимая с пулями gsb exact king heavy поэтому вы это уже все видели стволик к лоттер вальтер полигонал 406 твист все как обычная разница только в ложу вот так вот она выглядит в транспортировочном состоянии или он егерь это он напишите в комментариях она или он интересно ваше мнение а то есть сопоставим вполне с айгой со складным прикладом допустим 223 исполнение есть мне очень нравится планирую прикупить можно поместить в любой рюкзак не обязательно какой-то длинный оружейный чехол особенно с пристегнутым модератором если здесь скрутили в кармашек положили вот пожалуйста вам раскладной вариант легким движением откидывается приклад и винтовка готова к работе можно стрелять и со сложным прикладом никаких естественно блокировок здесь нет то есть если нужно быстро произвести выстрел вы это сможете сделать ну вот в этом принципе все плюсы этой винтовки по остальному это тот же самый колбовый полигонал лоттер вальтер 406 твист ну никаких других особенностей здесь нет и настройка на наши любимые пули три с половиной грамма я их очень люблю плато с 260 до до 200 почти получается 210 написал клиенту но сейчас стрелял после 210 еще и принципе все летит в плато где-то 2324 выстрела получается то есть по настройке все хорошо что здесь можно добавить до особо нечего и не нечего добавить он она за моей спиной скрывается и даже не видно компактность 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 еще раз компактность то есть тем кому в был папе не хватает количество выстрелов вот наверное рассмотрите такой вариант потому что у меня не редкость уже ну наверное три или четыре клиента был папы приносили для того чтобы переводить их на 2 и 2 только из-за того что им 10 выстрелов не хватает а если еще на 4 грамма настраивать там вообще восемь выстрелов в лучшем случае получается поэтому они их переводят на 2 и 2 здесь на 2 и 2 переводить не надо то есть полноценный полнотелый вариант в компактных размерах то есть положили в рюкзак взяли с собой используем чисто практическое предназначение этой винтовки я не думаю что кто-то будет ее использовать для высокоточки именно поэтому сегодня не было никаких отстрелов со стола я я даже не брал собой не стол не задний мешок то есть мне было самому интересно как в каком варианте я смогу ее использовать да да я не просто так приехал это конечно же не моя винтовка но у нас грядет открытие охоты и есть мысли взять себе такого малыша именно в формате складного егеря а не был папа с разложенным прикладом привычная вкладка можно поставить прицел и здесь стоит маркул 5 на 30 прицел который для спорта даже можно использовать не говоря уж для охоты и в таком варианте вы получаете полноценную возможность сделать дальний точный выстрел что очень хорошо если здесь поставить еще антабку для сошек то ваши возможности еще больше расширяются до единственный минус это цена 5000 которую нужно доплатить за этот вариант но вот смотрите если сравнить разницу в стоимости между был папом и обычным колбовым карабином то у них разница в 2000 здесь вы доплачиваете 5 по сути 3000 вам приклад этот станет так что обратите внимание на эту комплектацию она не то что имеет место быть допустим я бы выбрал ее вместо был папа честно и откровенно но это сугубо мое мнение которое не является конечно же никаким призывом к действию но тем не менее вот обратите внимание на эти изделия и да вы там спрашивали в комментариях что с компрессором случилось ты починил не починил компрессор я скорее всего починил почему скорее всего что я успешно забил с него уже один баллон после этого на 5 сломался сломался в том плане что уже лопнула резинка которая разделяет внутри головки воздух от охлаждающей жидкости и воздух попер в систему охлаждения при этом пришлось все полностью разобрать сделать ревизию но вот короткое включение по компрессору в принципе я сделал он сейчас у меня работоспособен но через раз начал отравить со всех щелей откуда только можно пришлось сделать полную ревизию клапанов то есть поменял все клапана но это последовательно давайте что я сделал в принципе вот это сейчас старый компрессор который у нас был с обломанной крышкой с перенесенным блоком видите манометр перекинуть сюда пришлось потому что здесь провода я переставил цилиндры в сборе снова компрессора на старый хочу сказать что картеры у них разные абсолютно здесь крепление на шпильки там крепление на болты вот именно цилиндров видите да эти гайки я сперва выкрутил эти шпильки закрутил болты но болты оказались чуть длинноватый меня начало масло прям рекой лица с него сейчас тоже немножко подтекает как вы видите есть две прокладки поставил ну там где-то чайная ложка за заправку уходит пока все это так оставляю с продавцом связался он с поставщиком должен сейчас выйти на связь решает вопрос с валом сколько он будет стоить никуда я не возил у меня он как лежит я вместе с этой крышкой его снял и лежит у меня пока все все будет зависеть от цены сколько за это не дадут после того как все это я перекинул пришлось откручивать все трубки там все закоксовано после того как я собрал начал отравиться всех щелей пришлось делать ревизию всех клапанов здесь клапан здесь клапан пришлось их поставить новые и все равно у меня сейчас поддувает вот из-под этих трубок но колбы егеревские качаются даже несмотря на то что здесь идут такие фонтанчики воздухом колбы до 300 я закачиваю то есть пока я работоспособен и заказы у меня выполняется что самое главное сейчас из колбас по колбами этими разгребусь и буду наверно опять ревизию делать вот эту часть высокого давления переделывать что мне здесь не понравилось оказывается здесь никаких осушителей вообще нету в этой модели сейчас секунду вот такой же узел от старой модели здесь внутри находится контейнер ну там был или уголь активированный но сам факт что здесь находился внутри какой-то осушитель стоял предохранительный клапан сама конструкция вот этих вот клапанов она совершенно другая отличается очень сильно там проще гораздо но там нет вообще никакой системы осушения здесь есть осушитель что мне пришлось сделать пришлось вот такой осушитель импровизированный поставить на конец шланга но может быть кто-то с этим осушителем знаком уже там тампоны гигиенические женские вставляются для осушения но это хоть что то то есть это плохо что здесь никакого осушителя нет тем более у меня спортивные винтовки воздух нужен почище то есть я хочу сюда какую-то систему осушение сделать может быть от того компрессора переставлю потому что пришли сейчас полигоналы полнотелые и без компрессора я просто не смогу их настроить потому что мне допустим эту винтовку пришлось четыре раза задувать полностью то есть подбирать скорость для этой пульки и опускать плато пришлось спасибо большое за просмотр ставим лайки подписываемся на канал по вашим просьбам я сделал обзор складного егеря до новых встреч